Здравствуйте, дорогие телезрители! Это передача «Дети на планете» и я ее автор и ведущая, писатель Наталья Осипова. Сегодня мы поговорим об одном из самых интересных детских рассказов писателя Александра Ивановича Куприна. Рассказ этот написан более ста лет назад, в 1903 году, но до сих пор продолжает волновать читателей всех возрастов. Рассказ этот называется «Белый пудель». Должна признаться, что, готовясь к этой передаче, я очень волновалась. Я не знала, как моя помощница, милая кошечка Телемотя, отнесется к этой теме. Ведь, как известно, кошки и собаки между собой не дружны. Плохо же вы меня знаете. Я, между прочим, люблю абсолютно всех животных. Ну, разве что, кроме тараканов. Вопросы по «Белому пуделю» я уже подготовила. И, кстати, пригласила на передачу очень интересных ребят. Ррррмяу. Да? И кто же это такие? Все они занимаются в актёрской студии имени Бориса Щукина. Ребята участвуют в разных спектаклях и телепередачах. Здорово! Тогда ждём эксклюзивное интервью. Ты читал рассказ Александра Ивановича Куприна «Белый пудель»? Да, читал. Он мне очень понравился. А ты, Алисия, читала рассказ? Да, читала. Очень интересный. А где же происходят события рассказа? Они происходят на полуострове Крым. Там они гуляли возле моря. Ну, гулять-то им, положим, нечасто удавалось. А вот добывать пара питания приходилось постоянно. Но сначала давайте выясним, кто главный герой в рассказе, а кто второстепенный мрумяу. Главными героями являлись Дедушка Лодыжкин, шарманщик, Мальчик Серёжа, сирота которого взял дедушка, и Пудель-Арто. А второстепенными героями были Барыня, её капризный сыночек Трилли, дворник и ещё рыбаки. Чем же зарабатывала маленькая бородячая труппа? Труппа зарабатывала своими выступлениями в разных домах. Дедушка Лодыжкин играл на шарманке. Пёс Арто показывал смешные штучки, а мальчик Серёжа делал акробатические движения. Как ты считаешь, много денег им удавалось заработать? Мало. Я помню, им кинули одну монету, и дедушка даже её выбросил. Кто-нибудь хочет ещё что-нибудь дополнить? Они с дедушкой и Пудель-Арто ходят по разным горным тропинкам в лесу. Там очень жарко. Верно, Серёжа впервые везет море. Так, мы выяснили. Герои рассказа ходили по Крыму. И какое же впечатление проразвела на Серёжу крымская природа? Конечно, было жарко, и очень хотелось купаться. Но он был просто в восторге. Он всё время теребил дедушку за рукав и говорил, смотри, какие большие персики на деревьях, смотри, какие золотые рыбки в фонтане, и смотри, какие большие магнолии. Его всё очень удивляло. Крымская природа Серёжу восхищает. Он удивляется всему и ощущает какую-то приятную лёгкость. Ему интересны новые фрукты и новые виды, которые он видит. Он хотел искупаться, Сергей. А дед ему сказал, мне надо, потому что соль, она расслабляет. Прекрасно! Не могу удержаться, чтобы не попросить кого-нибудь из вас прочесть небольшой отрывочек из рассказа. Яркая роскошь южной природы не трогал старика, но зато многое восхищало Сергея, бывшего здесь впервые. Он высказывал свои восторги вслух, ежеминутно теребя старика за рукав. Дедушка Ладышкин! А, дедушка! Глянь-кусь! В фонтане-то золотые рыбы! Ей-богу! Дедушка! Золотые! Умереть мне на этом месте! Кричал мальчик, прижимаясь лицом к решётке, огораживающий сад с большим бассейном посередине. Дедушка, а персики вон сколько на одном дереве! Я вижу, Елизавета, у тебя со спиной, мою коллегу. Передавай ей большой привет от меня. Мрррр-мяу! Спасибо, ребята! Вы замечательно отвечали на мои вопросы. Надеюсь, и ведущий Наталья Осипова нас похвалит. Конечно, похвалю! Молодцы, ребята! И сама постараюсь провести передачу в том же духе. Мне, например, очень интересно узнать всё-всё-всё про четвероногого героя рассказа «Белый пудель». И поэтому мой первый вопрос. Кем являлся Артоп для дедушки Лодыжкина и мальчика Серёжи? Как член семьи. Для Сергея он является как брат, а для Лодыжкина это как, ну, внук. «Белый пудель» был для дедушки и мальчика Серёжи верным другом. Не просто там какой-то собакой, а даже членом семьи. Он для них был актёром их труппы, а ещё, конечно же, был другом. Они с ним любили играть. И что же делал пёсик во время выступления? Мальчик Сергей делал акробатические трюки. Дедушка Лодыжкин попросил собачку Арто поприветствовать зрителей и встать на задние лапки. Арто так и сделал. Мальчик Серёжи делал акробатические номера. Пудель держал стойку, Олику убрал и держал шляпу. А дедушка Лодыжкин играл на шарманке. Когда герои рассказа пришли на дачу к богатым людям, то как отнёсся к пуделю Арто сын хозяйки, мальчик по имени Трилли. Сын хозяев дачи Дружба по имени Трилли очень сильно захотел себе собаку Арто. А так как он был очень избалованный, и родители ему привыкли покупать всё, что он захочет, то Трилли закатил истерику до тех пор, пока дворнику не пришлось выкрасть эту собаку у её хозяев. Ну, прежде чем украсть, ведь дворник предлагал за собаку большие деньги, причём очень большие. Почему же дедушка Лодыжкин отказался продать Арто? Разве деньги ему были не нужны? Потому что друга или брата не продают. Я бы тоже своего кота не продал ни за сколько. И что же предприняли наши герои, узнав о том, что собака украдена? Старик Лодыжкин, узнав о пропаже собаки, долго плакал и горевал, но понимал, что делать было нечего и нужно жить дальше, так как помочь он этой ситуации ничем не сможет. Мальчик же Сергей мыслил по-другому. Он решил хотя бы попытаться спасти своего друга, что у него благополучно получилось. Артуба просто остался в том доме, а Сергей и дедушка, они бы меньше зарабатывали на выступлениях. Им было бы жалко, что остались без собаки. Им было бы не так весело. Серёжа решил, во что бы то ни стало, спасти свою собаку. Трудно ему было это сделать. Ну, во-первых, он пошёл ночью один, он не знал, где искать Арто, тем более за ним гонялся злобный дворник, который хотел поймать Арто. Это было очень страшно. Он в темноте не увидел идёв выхода, поэтому очень долго дрился, чтобы выйти из загона. Он и очень устал. Главной трудностью для него был его страх, поскольку из-за страха он потерял бдительность и попросту бежал. Из-за темноты он не увидел выхода и очень долго пытался выбраться. Он идёт под дерево, прижався к его стволу, изнемогшим от усталости телом, и зажимурил глаза. Всё ближе и ближе хрустел песок под грузными шагами врага. И то тихо повизгивало, уткнув морду к коленям Сергея. В двух шагах от мальчика зашумели ветви, раздвигаемые руками. Сергей бессознательно поднял глаза кверху, и вдруг, охваченный невероятной радостью, вскочил одним толчком на ноги, но только теперь заметил, что стена напротив того места, где он сидел, была очень низкая, не более полутора аршин. Правда, верх её был утыкан вмазанными в звёздку бутылочными осколками. Но Сергей не задумался над этим. Мигом схватил он поперёк туловища рта и поставил его передними лапами на стену. Умный пёс отлично понял его. Он быстро вскарабкался на стену, замахал хвостом и победно залаял. Следом за ним очутился на стене Сергей, как раз в то время, когда из раступившейся ветвейки париса вылинула большая тёмная фигура. Два гибких ловких тела, собаки и мальчика. Ребята, когда я читала, сколько препятствий пришлось преодолеть мальчику, спасая свою собаку, то невольно задумалась, какие качества нужно иметь, чтобы называться личностью. И можно ли Серёжу назвать личностью? Для личности, я думаю, надо быть отзывчивым, помогать людям, чувствовать, где добро и зло. Я думаю, Сергея можно назвать личностью, потому что он не стал просто печалиться и ничего не делать. Он взял и спас свою собаку. Для того, чтобы называться личностью, нужно иметь своё мнение, свой выбор, свою позицию. Я считаю, что Сергея я можно назвать личностью, так как он повёл себя не как дедушка, а пошёл спасать Арто. То есть он сделал собственный выбор. Совершенно с вами согласна. Только преодолевая сложности, совершая добрые поступки, помогая людям, человек действительно становится личностью. А сейчас наступило время для моего последнего, самого сложного вопроса. Вы все знаете, как я люблю пословицы, поэтому вас и спрошу. Как вы думаете, какой пословицей можно выразить главную мысль рассказа? Не имей сто рублей, а имей сто друзей. Я думаю, что суть произведения Куприна Белой Пури лучше всего отражают в следующей пословице. Верному другу цены нет и легко подружиться, сложно разлучиться. Не одежды красит человека, а его добрые дела. И еще друг познается в беде. Я думаю, что пословица не имей сто рублей, а имей сто друзей отражает главную мысль, так как вместо денег они выбрали собаку. Я считаю, что к этому рассказу подходит пословица дружбу за деньги не купишь. Главная мысль рассказа может быть мы в ответе за тех, кого приручили. Ребята, а мне кажется, если бы Александр Иванович Куплин вас слышал сейчас, то он согласился бы со всеми ответами, потому что его рассказ «Белый пудель» это история об истинной дружбе и вечных ценностях, которые нельзя купить или продать. А я, Наталья Осипова, с вами прощаюсь. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин